Действующий тариф на общественный транспорт сегодня выглядит таким образом. Проезд в автобусах и троллейбусах 11 сомов, а в маршрутках 15. Такой тариф принят в СЕУ с ноября 2021 года. Однако с октября прошлого года снова заговорили о повышении цен за проезд. В муниципалитете предлагают установить следующие тарифы. Стоимость проезда одного пассажира в троллейбусе 15 сомов. В автобусе независимо от формы собственности 15 сомов. В маршрутках с 6 утра до 8.30 вечера 21 сом, с 8.30 вечера до 6 утра 32 сома. В экспрессных автобусах особо малого класса независимо от формы собственности номер 233-234 22 сома, номер 123-226-252 32 сома. Плата за перевозку одного места багажа в автобусах и троллейбусах весом свыше 40 килограммов или объемом 50-60-100 сантиметров 10 сомов. Проект постановления о дифференцированном тарифе разработано мэрией города Бишкек и внесено в городской Кенеж. Документ вынесен на общественное обсуждение. Повышение тарифов обосновано экономической ситуацией, сегодняшней стоимости солярки, запасных частей и других расходов. Относительно поднятия тарифа на сегодняшний день со стороны департамента подготовлен экономический расчет и соответствующий расчет был направлен для прохождения АРВ, Министерства экономики. Соответствующие документы мы получили, направили для обсуждения горожан. Новость о новых ценах за проезд в обществе приняли, мягко говоря, неположительно, поскольку, куда бы ты ни глянул, везде дороговизна. Если же тариф поднимут, это скажется на кошельке родителей школьников, на жизни пенсионеров и людей с инвалидностью. Продолжение следует... Пенсионеры, ученики, ахотики, ахотики, такси. Детский день, когда вы купили барыгар, мы с ним не должны быть. Мы с ним не 85%-100% получаем. Pocket – это нормально сейчас, в данный момент. А когда чуть-чуть будет еще повыше зарплата, тогда можно поднять. Но сейчас людям будет трудно, потому что некоторые люди живут там, зарплата у них меньше, поэтому им надо еще продукты покупать. Есть многодетные семьи, которые работают где-то отец, а где-то мать работает или есть мать-одиночки. Для них это будет очень трудно. Поэтому, думаю, 15 – это нормальная цена. В постановлении предлагается установить право бесплатного проезда пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, также почтальонам при исполнении служебных обязанностей. Рассматривается вопрос о создании ежемесячного проездного билета. Им можно будет пользоваться как в троллейбусах и автобусах. Стоимость для школьников – 320, а для взрослых – 920 сомов. В данном случае где-то из перевозки 20 или 30% только меры принадлежат, а остальное – частным компаниям. А наоборот, если когда будет 70 или 80% будут принадлежат меры, и как раз будет ответственность их, и мы можем спросить их, требовать от них улучшения сервиса и так далее. Сейчас тоже требуем, но частная компания есть частная компания. Кроме того, кыргызстанцы, пользующиеся картой Тулпар в общественном транспорте, будут оплачивать по старой цене – 11 сумм. Документ будет рассмотрен на следующем заседании депутатов городского Кенеша.